Глава Чувашии побывал с рабочей поездкой в Канаше. Как выяснилось, у Михаила Игнатьева немало претензий к работе здешних органов власти. Несанкционированные свалки, очереди в детские сады, неэффективное управление государственным имуществом. Решать проблемы глава региона потребовал немедля. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. По этому пешеходному мосту жители города всегда передвигались как по минному полю. Бетонный блок, соединяющий два берега, уже давно покосился. Раньше канажцам приходилось карабкаться по крутым ступеням. Эта дорога – самый короткий путь, проложенный к местной поликлинике. После многочисленных жалоб власти решили проблему. Над оврагом соорудили вот такую деревянную конструкцию. Беглым взглядом новый переход оценивает министр. Здесь металлические конструкции укреплены, но мост сам уже подходит к тому, что по времени нужно капремонтом заниматься. Специалисты делали, да? Специалисты, да. Раньше же такого не было, страшно было. И запах весь был, а сейчас тут запаха больно нету. Ну, приятно смотреть даже. Местные власти гарантируют, мост построен, если и не на века, то уж точно на пять лет. За это время в администрации планируют разработать другой проект и возвести новый переход. Но путь к канажской медицине все равно тернист. Вокруг заброшенные здания и строительный мусор. Дорога, которая проходит мимо больницы, давно не видела даже ямочного ремонта. Эту проблему власти пообещали решить в ближайшее время. И в этом году, благодаря тому, что мы в бюджет получили около семи миллионов рублей от наших медицинских предприятий, это экономия средств. Это у нас городской рынок и городские электрические сети. По итогам 2012 года была выявлена хорошая прибыль. Это понятно, не источник есть. Да, не источник есть. И поэтому конкурсы объявлены. Конкурс почему только сейчас объявлены? Только сейчас мы деньги и поступили в бюджет. На фоне провала в дорожном строительстве канажская медицина сделала большой шаг вперед. Несколько лет назад во всех отделениях больницы был проведен капитальный ремонт. Удалось заменить ветхие коммуникации и даже обновить мебель в палатах. Появилось и новое оборудование. Этой рентгенной установкой не могут похвастать даже столичные медцентры. Операции в Канаше теперь проходят более оперативно. Многие аппараты в этом блоке – предел мечтаний травматологов. Вот нам дали еще артероскопическую стойку. Это эндовидеохирургия. То есть мы оперируем коленный сустав по современным технологиям. Ставим видеокамеру в коленный сустав. И то, что мешает, резинцируется, сглаживается. Все видите, да? Да. И, конечно, пациент идет прекрасно на следующий день. То есть можно уступать. Раньше было страшно. До ремонта, да? До ремонта, да. Теперь никаких страхов, только инновация. С приходом новых технологий изменились подходы и к послеоперационной реабилитации пациентов. В работе врачи используют современные тренажеры. Закупали их тоже в рамках программы модернизации здравоохранения. Но не менее проходит. Очень хорошо. Афетическую нагрузку? Да, да. Да, да. Извини, даете? Для того, чтобы... Да, да. Для того, чтобы... Ну, молодцы. Кто-то придет на этот станок, кто-то не придет, ведь? Претензии городским чиновникам Михаил Игнатьев высказал на совещание. Приятных слов в этом разговоре не было. В прошлом году город провалил программу по ремонту многоквартирных домов. Свалка на окраине Коноша уже давно не отвечает санитарным требованиям. Отстают от графика и строители, которые возводят детский сад. Уже сейчас выясняется, что конкурс на этот объект был проведен поздно. Сейчас подрядчики устраняют нарушения. Глава региона потребовал ускорить работы. Нам надо, значит, Владимир Николаевич, вот как к голове города обращаюсь, в садик вести эксплуатацию. Не позже 1 августа. Вот какие меры примете, это уже внутри администрации, вы должны все эти вопросы отработать. В ином случае, понимаете, оценка будет такая она нехорошая. Дети набраны. Единственное, что пока не выданы путевки на руки родителям, но уже сформирован полностью детский сад по списку, по очередности. И сейчас только ожидаем завершение аукциона по приобретению мебели. Заведующий принят. Новый детский сад Коношу необходим. Очередность среди дошколят в городе высокая, более полутора тысяч человек. Местным властям Михаил Игнатьев посоветовал в ближайшее время улучшить показатели. Пока Чувашский моногород в числе отстающих муниципалитетов. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.